Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Сегодня в Беларуси так само стартовал этап вылучения кандидатов в Совет Республики. И он протягнется до 21-го соковика. Право вылучения кандидатов в Верхнюю Палату Парламента належит президиумам Мясцовых Советов Депутатов Базового Узровня и Отповедным Выконавчим Комитетам. Рашение об вылучении передается в Центральную Выборчую Комиссию. Зарегистрованных кандидатов будут обирать депутаты Мясцовых Советов подчас посяжения – по 8 человек от кожной в области и города Минска. Выборы в Верхнюю Палату Парламента пройдуть 4-го красовика. На Гомельщине началась комплексная проверка Органа Управления Территориальной Обороны. Первый этап протягнется до 5-го красовика. Мета проверки – вызначение ступени готовности районных, городских, выконавших комитетов и военных комиссариатов Гомельской области до формирования территориальных войсков. А так само оценка стану справ по пытаниях формирования и применения сил территориальной обороны. На завершающем этапе сбора будет проведено командно-штабное учение силами территориальной обороны, в ходе которого будут отработаны задачи по охране и обороне объектов территориальной обороны и обеспечению военного положения. Также в ходе проверки будет оценена деятельность должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов по подготовке к формированию народного ополчения области. В ходе проверки с запасу будет призвано до 200 военнообовязанных, призначенных для комплектования территориальных войсков. На Гомельщине открылась другая лодочная переправа для насельництва, домы яких оказались адресанными от остатней территории в вынику поводки. Больше как по 12 годин в сутки супрацовники Министерства по надзвучайных ситуациях дежурят в микрорайоне Якубовка областного центра. Эффективность такой допомоги оценили наши корреспонденты. На подтопленный участок по улице Полевой выратовальники приезжают на початку 8-й годины раницы. В этот час местные жихары накироваются на работу и в учебу. Антон Самодет, навученец колледжа Гандлю и послух называет эту территорию Гомельской Венеции. Нормально воспринимаем, ничего не боимся. Все знают, что тут наводнение, ничего страшного. Оно прикольно, плаваешь на лодке с самого утра, свежим воздухом дышишь. Веская Кубовка была заснованная больше 200 годов тому. Уластные лодки тут были у кожным подворку. Трапить без их на великую землю весной немогчимо. У инши годы домы заливало под самый дах, але люди все равно верталися. Заразу в самых глубоких местах узровень воды каля полтора метра. Люди построили дома, многие знали, что здесь затапливается. Просто последние годы такое сильное наводнение, их даже два получается паводка. Зимний, и сейчас непонятно, то ли еще будет наводнение через какое-то время, как обычно, в такое время. Или это уже все, и вода будет уходить. Коли узровень воды будет расти и далее, то час работы лодочной переправы у Якубовцы будет продолжены. Ситуация на постоянном контроле. По информации областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях, зараз на Гомельщине подтоплены 146 домов и 519 подворков. На сегодняшний день для временного отселения людей в Гомельской области подготовлено порядком 200 мест временного отселения. Развернуты два мобильных поста. Это в городе Гомеле по улице Полевой, где МЧС оказывает помощь гражданам по транспортировке водной акватории. Также в Яковском районе около поселка Поляновка дежурит пост-освод, который также транспортирует по воде население, которое нуждается в помощи. С уликом того, что Поляновка адрязана водой из усих боков, лодочная переправа освода заденечена не только для перевоза насельниц в райцентр. С ее допомогой ожитивляется доставка у поселок медикаментов и продуктов харчавания, включающих гуманитарные грузы. Егеничные продуктовые наборы накировала областная организация «Червоного крыжа». В комплекте самое необходное, что может потребиться мясцовым жахарам. Есть люди пожилого возраста, есть инвалиды, которым в силу своих каких-то физических особенностей очень сложно добираться до ближайшего продуктового магазина. Поэтому связались непосредственно с представителем селесполкома, выявили самых нуждающихся на данный момент людей, которым некому помочь, и прибыли сюда еще на запасы и одеял, и одежды. Поэтому, если население будет нуждаться в иной помощи, по запросу будем оказывать ту помощь, которой люди нуждаются. По информации Белгидромеда, зараз невеликий уздым воды назираются только на роте СОЖ у Гомеля и Ипуте у Добруши. На большинстве других водоемов почался ЕСПА с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров в сутки. Олег Синцюров, Татьяна Пемененкова, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель». Задать питание и отримать отказы. Министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко провел встречу со студентами юридичного факультета Гомельского державного университета им. Франциска Скарины. Подробности открытого диалога смотрите в нашем сюжете. Перед разговариванием со студентами министр юстиции наведал в уставу Гомельский полк народного ополчения «История подвиг память». О основе выставочного проекта документы и материалы с Национального архива Республики Беларусь, архива громадских объединений Гомельска в области и документальные краницы с фонду областной универсальной библиотеки имя Ленина. Сегодня разговор состоится в канун юбилейной даты 30-летия со дня подписания Конституции Независимой Республики Беларусь. И, наверное, вот контесенция сегодняшнего разговора должна стать понимание каждого здесь присутствующего, что судьба нашей страны зависит от каждого из нас. Сустреча прошла под эгидой юбилейных дат. 30 годов с дня подписания Конституции Независимой Республики Беларусь, а так само 80 годов вызволение Беларуси от немецко-фашистских захопников. Яна Заянчуковская только начала свое университетское житё, а ли уже докладная ведая, что после скончания университета свяжет и надолеет житё с юриспруденцией, а минавица со Следшим комитетом. Сегодняшняя житетка, конечно, очень важна, в первую очередь, ведь это как правовое посвящение, как я упомянула в своем вопросе, а также это возможность знакомиться с новыми людьми, это развивать свои грани, это узнавать новое. И знакомиться с другими людьми, это, конечно же, очень важно для нас, в первую очередь. Почас встречи закринуты темы формирования состава Уссепелорусского народного схода, конституционные питания, нюансы, працы и функции Министерства юстиции. Студенты неодноразово означали важность диалога с министром профильной для их сферы. Я считаю, такие встречи необходимы для студентов, так как мы должны быть осветлены о том, каким образом проводится молодежная политика у нас в государстве. Министр юстиции ответил на мой вопрос, так как мне, особенно студенту юридического факультета, было очень интересно узнать о работе этого министерства. Я думаю, что подобные встречи весьма полезны, такой формат открытого диалога, можно услышать ответы на все интересующие вопросы от первых лиц, скажем, компетентных людей. Это замечательно, это правильно. Я задал министру вопрос, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, в ближайший период будет проходить его окончательное оформление, его составы. Это вопрос меня интересовал. Сергей Хоменко неодноразово отзначил качественность работы выкладчиков, их бесценный опыт, который они передают студентам. Поделился своим жизненным опытом, рассказал об мягчимости реализовать потенциал каждому так, как поддерживать максимальную корызь для страны, а так же для успехового особистого життя. Александр Никитин, Владислава Супруновская, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». От водору выпечки до спортивных споборництвов в Гомельском колледже кулинары прошел традиционный танцевальный марафон. Организаторы выполнены, что якосно проведенный вольный час – залог выхования сумленной и здоровой нации. Коли 200 будущих кулинаров изменили кители на спортивное оденье, как вызначить лепшего не только на кухне, а и на танцевальном паркете. Наши ребята всегда с нетерпением ждут этого прекрасного конкурса на танцевальный марафон. Всегда очень интересно посмотреть за тем, как болеют за ребят и группа, и болельщики. Мы всегда очень рады, когда к нам приезжают гости, наблюдают за тем, как мы проводим вообще активный образ жизни нашего колледжа. И, в принципе, это достаточно очень интересно, увлекательно. Танцевальный марафон объединял у всех аматоров позитиву и ярких эмоций. Успись у дельников не только студенты, а леи выкладчики. Як кажутся сами танцоры, приз – другородный мотиватор. Самое главное – отшусь особливую атмосферу с поборництву и водороздоровой конкуренции. Уже с 2011 года традиционно это мероприятие мы проводим в колледже. Создаются команды от каждой группы, представители 6-7 человек. Болеем, конечно же, за что победила дружба. Ну да, есть у нас в разных компетенциях, в разных номинациях свои победители. Призы у нас всегда традиционно кулинарные – это пироги, пироги с разными начинками. Поэтому сначала сбрасываем энергию, потом их восполняем с удовольствием. Вучиться повинно быть цикава. Тому кожное подобное мероприемство – еще один способ нагадать молоди, что у стенах в учебных установ не только лекции и практичные занятки, а ле и зарад становчих эмоций. У Гомели пройшли открытые республиканские споборництвы по фехтованне клинки по лесу. У делу их проймали юнаки и девчаты 2009 года народжения и молодшие. У сего подали заявки коля 200 спортсменов. Представники у всех регионов Беларуси, а так само гости из России. Как оценивают организаторы, это самое массовое споборництво сяруд юных спортсменов, что дало махчимость належным чинам проверить силы и продемонстровать свой узровень. Я отфехтовала только что, я прожеребилась первая на этих соревнованиях. Я пропустила всего три укола. Всегда только мандраж, что-то пропустить, что-то забыть. Ну, вот самое главное – это быть собранным. Ну, и отфехтовать хорошо, быть спокойным. У нас присутствует сегодня 81 участник девочки, и вчера было 95 мальчиков. Вот, то есть география – это вся республика, и к нам приехали гости из Российской Федерации. Это три команды из Санкт-Петербурга и команды из Брянской области. Заключенный этап Дитячей Лиги пройдет в Бресте в мае. Отчуть свет ярких гуков и полепшить якость своего життя. Слыховая медицинская допомога экспертного узровня стала больше доступной для ЖХРО региона. В Гомеле поспехово працует Центр доброго слыху. Ведущим на прамках деятельности сучасного медицинского центра появляется диагностика и коррекция слыху у пациентов, окея дренна чують. Подробязности глядите у сюжете. Медицинский центр расположен на улице Жарковского, 11. Уютная зона ожидания и приветливые администраторы. Здесь можно приобрести батарейки и сопутствующие товары для комфортного ношения и ухода за слуховыми аппаратами. Индивидуальные ушные вкладыши, трубочки, фильтры и многое другое. Но главное – здесь можно решить проблему со слухом, зачем раньше пациентам приходилось ехать в Минск. Тамара Родина вот уже третий год является пациентом центра. Из нескольких предложенных слуховых аппаратов она выбрала для себя самый подходящий вариант, чтобы вести привычный образ жизни. Меня сразу очаровала Елена Васильевна, доктор этого слухового центра. Очень внимательная девушка, очень заботливая, предусмотрительная. Она мне предложила несколько аппаратов, и один меня устроил, и я его приобрела. Я стараюсь вести активный образ жизни. И слуховой аппарат мне очень помогает, потому что я участвую в волонтёрском клубе «Зов сердца» при железнодорожном районе и веду там уроки немецкого языка. Одним из преимуществ современных цифровых слуховых аппаратов является их миниатюрный размер. Они скрываются за ухом, либо вовсе внутри слухового прохода, становясь абсолютно незаметными для окружающих. Они просты и удобны в управлении. Тамара Васильевна, на новый ваш телефон мы снова установили программу, чтобы могли управлять слуховым аппаратом не только непосредственно на аппарате, но и на экране телефона. Тугоухость лечению не поддаётся, но корректируется при помощи слухового аппарата, который подбирается индивидуально специалистами Центра хорошего слуха. Слуховые аппараты помогают скорректировать потерю слуха от лёгкой до тяжёлой степени. Конечно, мы говорим про цифровые слуховые аппараты, которые преобразуют звуковые сигналы в звук цифрового качества. Они имеют определённое количество каналов настройки и настраиваются такие слуховые аппараты по данным аудиометрии пациента в зависимости от потери слуха на разных частотах. Ведь если усиливать звук на всех частотах, а именно такой принцип работы у усилителей звука, то они дают шум, могут вызывать дискомфорт, при этом не давать разборчивости. Диагностика слуха выполняется в идеальных акустических условиях, что позволяет получить результаты проверки с высокой степенью точности. Здесь выявляют проблему нарушения слуха на ранних этапах, чтобы своевременно принять меры. По данным аудиограммы можно установить степень снижения слуха и какой вид тугоухости. Результаты аудиологического обследования используются также при выборе метода коррекции слуха. Мы проверяем слух не только у взрослых, но и детям, даже новорожденным, и выполняем аудиологический скрининг. В центре хорошего слуха в Гомеле по улице Жарковского, 11, вам помогут услышать этот мир ярче. Центр работает с 9 до 20 часов без выходных. Записаться на консультацию можно по короткому номеру 408 или на сайте слух.бай. Светлана Главко, Сергей Жиленко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале, а также на сайте в интернете по адресу tvr.gomel.by. Далее у эфира новины сетки. Разбор актуальной международной повестки на пальцах. Сегодня в выпуске. Трамп не даст грошей Зеленскому. Макрон створает коалицию. Папа Рымский назвал свой мирный рецепт. Нетаньяху робит заявы по газе. Далее у эфиры де-факто и спортивный агляд. А я с вами развитвуюся. До встречи у эфиры. Трамп обещает прекратить давать деньги Зеленскому, пока Макрон наоборот собирает солдат в Украину. Мирное предложение Папы Римского, судя по всему, Запад не интересует. Это новости сети. Белорусский «Терегомель» Михаил Садовский. В ближайшие 10 минут мы изменим привычный взгляд на новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что в случае победы на выборах президента США он откажется от финансирования Украины. Об этом Орбан рассказал в интервью телеканалу М1. Орбан отметил, что Украина сама не стоит на ногах. По его мнению, если США прекратят финансирование Киева, а за ними и европейские страны, то тогда боевые действия на Украине закончатся. Не стоит слишком надеяться на то, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре сразу же прикроет кормушку киевскому режиму. Трамп-популист с большой буквы в Штатах механизмы принятия ключевых решений чуть более сложные. Финансирование вряд ли прекратится, уж слишком большие барыши получают военно-промышленные корпорации. А вот смена формата передачи средств вполне вероятна. По словам американского сенатра Линдси Грэма, во время игры в гольф Трамп предложил помогать Украине в виде займа, как это делали с Британией во время Второй мировой. Когда ваш долг составляет 34 триллиона долларов, нужно думать об американском народе, а не о союзниках, заявил Грэм. Все логично, Штаты просто раскручивают маховик войны, думая только о своей прибыли. Мысли о том, как уберечь жизни украинских и русских солдат, там точно нет. Слишком высокий курс акций и предприятия «Война в Украине». Правда, не стоит персонализировать продолжение или прекращение боевых действий с Зеленским или Трампом. Служащие элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в военном руководстве и всерьез обсуждают свержение президента Украины Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Такие сведения он получил из закрытого телеграм-канала с названием «Парабеллум». В нем состоят радикально настроенные военные ВСУ. Думаете, в случае свержения Зеленского что-то изменится? Ровным счетом ничего. Запад будет продолжать конфронтацию до тех пор, пока из Украины можно будет выкачать еще хоть что-то, попутно пытаясь насолить Россию. Что здесь причина, что следствие решайте сами. Понятно только то, что режим на Банковой будет продолжать политику террора. ВСУ готовится к серьезной операции в Крыму, заявил руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в документальном фильме «Война за море» от Днепра до Крыма, фрагмент из которого опубликован в телеграм-канале спецслужбы. Интересно, а не обусловлены такие заявления линией, которую в последние недели гнет Макрон? Франция создает коалицию стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину, сообщило издание «Политику». Издание напомнило про высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих из западных стран на Украину. После этого большинство членов ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что у них нет таких планов. Однако, как пишет «Политику», Эстония, Латвия и Литва оказались гораздо более открыты для этой идеи. Макрон либо не отдает отчет своим действиям, либо же просто пытается выиграть в соревновании на наибольший градус русофобии. Вот только нужно понимать, что победа будет стоить очень дорого. Французский военный корреспондент, основатель «Донбасс-инсайдер» Кристель-Неан прокомментировала заявление Макрона. Диспропорция в вооружениях и средствах будет такова, что Россия будет вынуждена нанести первый ядерный удар по вовлеченным странам НАТО. В этой войне победителей не будет. Ни нам, никому в мире она не нужна. Тем более, что механизмы договориться существуют. Только вот начинать нужно не с ультимативных планов Зеленского, а более реальных вещей, трезвых, так сказать. К мирным планам мы еще вернемся, пока же хочется обратить внимание на продолжение расширения НАТО. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник подняли национальный флаг Швеции в честь присоединения этой страны к Североатлантическому альянсу. Церемония поднятия флага прошла в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. У кого-то есть еще сомнения в том, кто занимается милитаризацией Европы. Есть ощущение, что за какими-то закрытыми дверями очень хотят столкнуть старый свет в пропасть войны, проходили. Новый план маршала, естественно, уже подготовлен. На фоне происходящего несколько тревожно выглядят новости о том, что более 10 тысяч военнослужащих США дислоцированы на территории Польши. Об этом заявил американский посол в Варшаве Марк Бжезинский в интервью агентству ПАВ. Поляки занимались бы лучше своими внутренними вопросами или прислушались бы к мирным инициативам, которые звучат уже в Ватикане. Папа Римский Франциск занимается виртуальным посредничеством, призывая Украину пойти на переговоры и поднять белый флаг. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале. Церковь, она с людьми. Они за 2500 километров занимаются виртуальным посредничеством, сказал он. После того, как в Украине в минувшем году обошлись с представителями церкви, выпадом Зеленского и кампании в сторону Папы Римского, не удивляешься от слова совсем. Я полагаю, что те, кто ясно видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть отвага, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры, они сильнее. Слово переговоры – это храброе слово, посоветовал Папа Франциск. Что в заявлении Папы не так? Достаточно очевидные вещи понтифик сказал. Вместо благодарности за идею в социальных сетях украинцы и сторонники Киева обвинили Франциска в работе на Россию и осыпали оскорблениями. Что ж, все предельно ясно. С другой стороны, чего ожидать от людей, которые даже собственный народ считают просто пушечным мясом? ТЦК продолжает свою работу. Украинец в латексной маске и черной мантии пытался сбежать в Молдавию, но его перехватила Госпогранслужба Украины. Мужчина намеревался переплыть сначала реку Турунчук, а затем Днестр. Под его нарядом Волан-де-Морта был гидрокостюм, а с собой термосумка со снаряжением. Беглец рассказал, что сам родом из Одессы. Отмечается, что маску он надел, чтобы его не опознали по видеокамерам. Случаи с попыткой бегства граждан Украины с территории страны порой выдаются комичными, хотя ситуация, конечно, грустная. В Черновицкой области Украина задержали микроавтобус с 34-мя мужчинами, пытавшимися нелегально пересечь границу с Румынией. За доставку в Румынию в обход пункта пропуска каждый из пассажиров заплатил по 10 тысяч евро. Деньги, конечно, бедолагам никто не вернет, а вот сухпайок, скорее всего, выдадут. Единственное, что стоит отметить, так это то, что все чаще стали всплывать новости о том, что бравые сотрудники ТЦК сталкиваются с отпором. Мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования с топором в Черновицкой области на западе Украины. Уточняется, что причиной нападения послужило то, что ранее сын мужчины пропал без вести в зоне боевых действий. Мы ни в коем случае не оправдываем насилие, но и право отстаивать свою жизнь украинским мужчинам запрещать также нельзя. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил в интервью Билд, что его решение об операции Цахал в секторе Газа одобряет большинство жителей страны. Так он ответил на критику со стороны президента США Джо Байдена. Ранее Байден заявил, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему. То, что правительство Нетаньяху не отступит от своей идеи добить сектор Газа, понятно. Но в самой новости хочется обратить внимание на другую часть заявления Беньямина. Он заверил, что израильские военные по-прежнему намерены расширить боевые действия на город Рафах. Рафах — это последнее относительно безопасное место в секторе Газа, где за время войны скопилось около полутора миллиона палестинцев. Дальше им бежать просто некуда. Впрочем, даже в спокойном месте палестинцы не могут чувствовать себя в безопасности. 8 марта стало известно, что пять человек погибли, еще несколько получили ранения недалеко от лагеря беженцев Аль-Шатти в Газе. Это произошло в результате того, что при сбросе с самолета гуманитарного груза некоторые парашюты не раскрылись. Пора прекращать кровопролитие. Сколько еще мирных жизней должно угаснуть, пока в Вашингтоне это осознают? На этом все. Мы нарисовали для вас новостную картину дня. Нейросети ее разукрасили. Новости сети. Михаил Садовский. Пока. Субтитры подогнали Симон. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство пенсионеров при пожаре в Мозорском районе. Шокирующую картину обнаружила дочь погибшей женщины. В обгоревшем доме она увидела измученные тела пенсионеров. В ходе осмотра помещение было установлено. Женщину сильно избили еще при жизни, и на момент пожара она уже была мертва. У мужчины также на теле обнаружены многочисленные травмы. Однако предварительная причина его смерти – отравление угарным газом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в совершении убийства задержали 35-летнего местного жителя. Фигурант рассказал следователям, что в конце февраля он одолжил у соседки 3000 российских рублей и обещал вернуть в течение трех дней, однако не смог, так как нигде не работал. Постоянные напоминания пенсионерки злили мужчину на фоне чего, 4 марта между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил металлический совок и избил им пенсионеров. Когда они перестали подавать признаки жизни, мужчина похитил все деньги, которые находились в доме, а чтобы скрыть следы убийства, поджег дом и ушел. Мужчина задержан следователями, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В деревне Уза Гомельского района горел жилой дом, совмещенный с гаражом. На момент возникновения пожара в строении находилась хозяйка и двое ее детей. Услышав звук автономного пожарного извещателя, женщина успела вывести детей на улицу. В результате возгорания уничтожена кровля дома и легковой автомобиль. Причина произошедшего устанавливается. В Гомеле по улице Севастопольской мужчина при приготовлении пищи получил ожоги. Пострадавший в момент произошедшего находился в гостях у знакомой. Пожар он потушил самостоятельно. После осмотра медицинскими работниками потерпевших госпитализирован в ожоговое отделение. Подразделения МЧС не привлекались. Житель Мозыря добровольно сдал правоохранителям хранящееся у него оружие. В результате экспертизы было установлено, что переданный экземпляр является пистолетом люгера и пригоден для стрельбы. МВД напоминает, что за незаконный оборот оружия и боеприпасов установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Субтитры делал DimaTorzok Таким образом, счет в серии стал 1-1. Ближайшие два матча команды проведут уже в Гомеле 13 и 15 марта. Баскетболисты гомельских рысей снова не смогли победить в чемпионате Беларуси. На этот раз команда Андрея Чванькова неудачно съездила в Витебск, где уступила местному Рубону. Шансов в игре у гостей было немного. Фавориты быстро наращивали свое преимущество, и к большому перерыву разрыв в счете достиг 24 очков. Вторая половина для гомельчан успехом также не увенчалась. Соперник доминировал на обеих сторонах площадки. Финальная сирена зафиксировала результат 103-64 в пользу Рубона. В составе гомельчан лучшим игроком встречи стал Данила Янов. На счету баскетболиста 23 очка, 5 подборов и 5 ассистов. Павел Смоляков отметился 17 баллами и 9 подборами. В центральном матче Тура Гродно 93 переиграл на выезде Могилевской. Борис Фен 78-67 и единолично возглавил таблицу первенства. Гомельские рыси располагаются на шестой строчке. В Минском доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси. Нынешние обладатели трофея футболисты Жодинского торпеды БелАЗ в борьбе за выход в финале сыграют с Ислащу из Минского района. Во второй полуфинальной паре сойдутся чемпион страны Минская Динамо и серебряный призер Гродненский Неман. Первые полуфинальные игры состоятся 16 и 17 апреля. Ответные встречи пройдут 7 и 8 мая. В финале матча намечено провести 25 мая на поле Жодинского стадиона торпеда. Белорусский тхэквондист Георгий Гурциев получил олимпийскую лицензию. Наш спортсмен прошел европейский квалификационный турнир в Болгарии, где разыгрывалось 16 лицензий на игры в Париж, по 8 у мужчин и женщин. Для получения путевки на Олимпиаду спортсмену было необходимо дойти до финала в своей весовой категории. Выступающий в дисциплине до 58 килограммов Гурциев в первом раунде победил армянина Сайдали Алиева, в четвертьфинале португальца Руя Браганшу, а в полуфинале Льва Корнеева из Сербии. Близок к завоеванию билета во Францию был и наш Артем Плоннес в категории свыше 80 килограммов, но в полуфинале уступил словенцу Патрику Дивковичу. Тем не менее, в поединке за бронзу Плоннес был сильнее украинца Андрея Гарбара. Белорусская Арина Соболенко пробилась в четвертый раунд престижного теннисного турнира в американском Индиан Уэллсе. Вторая ракетка планеты за 1 час и 37 минут справилась с чемпионкой US Open 2021 года, 250-м номером рейтинга ВТА британкой Эммой Радукану. В первой партии белорусская была сильнее 6-3, а во втором сете Арина взяла верх 7-5. Это была первая очная встреча соперниц. Далее Соболенко сыграет с американкой Эммой Навара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова